Всем привет! Вы на канале Задрот ТВ, а это значит пришло время для нового обзорчика. И вашему вниманию будет сегодня представлена игра Героя Дисней Боевой Режим, создана которая была при поддержке компаний Дисней и Дисней Пиксар. Данная игра занимает одно из ключевых и основных мест на моем телефоне, и по каким причинам мы сегодня с вами более подробно разберем. Итак, весь сюжет, сюжет игрушки разворачивается в цифровом городе. И этот цифровой город захватил вирус, который порабощает и переводит всех мультяшек на сторону сил зла. Ваша основная цель – победить этот вирус и спасти всех мультяшек. Ну что ж, посмотрим на геймплей. Как вы видите, очень много квестов здесь, различных ивентов. Но основное все происходит вот на этой карте, которая разбита на главы, и в каждой главе свои уровни. Постепенно уровень за уровнем вы освобождаете город от вируса и, соответственно, освобождаете мультяшек. Три вида есть квесты – нормальные, элитные и друзья. В элитном, помимо основных наград, вы можете выигрывать части, части мультяшек. Как видите, здесь шустрик. Вот, посмотрите, часть мультяшек. И по накоплению определенного количества этих частей вы либо открываете мультяшку, либо повышаете уровень. И третья вкладка – это вкладка «Друзья», про которую мы с вами поговорим чуть попозже. Она открывается не сразу. Как вы видите, в игре два вида выносливости. Это обычная и дружеская. И ту, и другую можно купить за кристаллы, которые являются так своеобразной валютой для этой игры. Либо при прохождении квестов. Вам выдают такие колбочки, которые представляют собой выносливость. Либо покупать на рынке. На рынке можно купить как части мультяшек, так и выносливость. И также коктейли ХП для увеличения жизни. То есть для увеличения уровня, левла, так сказать, героев. Множество здесь магазинов. Как видите, и городского дозора, и колизей, и рынок памяти, и магазин вызовов, и магазин погони. Все это относится непосредственно к другим ивентам и к другим квестам для этой игры, которые мы с вами разберем в следующих выпусках. Потому что, ну, действительно, в этой игре очень всего многого. И в один ролик это все не поместишь. И также можно купить части жетонов, которые вам понадобятся для улучшения вашего персонажа. Вот они, с правой стороны, от иконки героя. Четыре уровня прокачки, можно так назвать, у каждого героя, который отличается цветом. Начинается с белого, но это он вам дается в самом начале, то есть как только вы отправили мультяшку. Потом идет зеленый, потом идет синий, фиолетовый и оранжевый. Оранжевый это, ну, топчик. Так, вот у нас, кстати, Симба и Нала уже можем и открывать. Накопили мы достаточное количество их частей. И нужна еще тысяча золота. Ну, для нас это не проблема. И вот новый герой у нас. Вот в белой, видите, в белой рамочке. Это первоначальный уровень. Первоначальный уровень героя. Давайте непосредственно перейдем к самим мультяшкам и посмотрим, что же представляют они из себя. Возьмем, например, Джек Воробья. Четыре вкладки. Параметры, предметы, навыки, друзья. Вкладки, параметры нам показывают все основные характеристики. Вот, то есть уровень и силу. Сила это в звездах у нас измеряется. Чем больше звезд, тем сильнее. И, соответственно, уровень. Уровень, который мы повышаем при помощи колбочек с ХП. Предметы. Предметы это как раз вот те штучки, про которые я вам говорил, справа от иконки. После того, как мы их собираем, мы можем повысить звезду. Даже не звезду, извините. Не звезду, а уровень, цвет. Как я говорил, четыре цвета. И, соответственно, из синего в фиолетовый, из фиолетового в оранжевый. Каждый значок состоит из частей, ну, грубо говоря, других значков. Где же их взять, скажете вы? Проходите квест. Проходите квест. И при накоплении определенного количества, того количества, которое вам надо, вы собираете эти значки. Вот в данном случае я делаю рейды, чтобы не терять времени. Либо можете просто проходить сами. То есть с анимацией, с самим боем. Ну, так займет больше времени. Так, чисто для ознакомления я буду пользоваться рейдами. Давайте посмотрим. Вот мы накопили шесть частей из пяти. Создаем этот значок. Так, нам не хватает еще вот такого значка. И опять, опять пойдем проходить квест. Тратить выносливость. Друзья, если закончилась выносливость, не стоит расстраиваться. Можно, как я говорил, либо купить за кристаллы, либо использовать колбочки с выносливостью. Ну, либо пойти, пообедать, погулять по улице и подождать, пока выносливость у вас сама восстановится. Ну, в моем случае у меня есть много колбочек. Будем их использовать. Нам чуть-чуть не хватило. Вот я штучки две использовал. И добиваю, добиваю эти значки для того, чтобы из них собрать основной значок. Вот одной опять не хватило. Сейчас мы с вами сделаем. Либо можете вот в испытаниях эти же самые значки собирать. Вот здесь вот рейд у меня не получится. Надо посмотреть рекламу. Да, кстати, ребята, это единственная пока на моей памяти игра, в которой рекламы практически вообще нет. То есть, вот три раза надо посмотреть рекламу всего лишь. И можно использовать рейды в испытаниях. Все, больше рекламы здесь нет. Так, ну ладно, отвлеклись. И вот мы пошли к новой вкладке. Это навыки. Навыки прокачиваются за золото. Четыре навыка у каждого героя. У каждого они свои. Описание их можете прочитать, нажав на этот навык. Ну, соответственно, уровни. Можно повышать уровни навыков при помощи золота. Вот мы повышаем, повышаем максимально плюс 20 уровней. Золото позволяет и, соответственно, мы прокачиваем. И так каждого. Каждого постепенно. С этим они становятся сильнее. И, соответственно, сам бой проходит намного ярче, красочнее. Никаких проблем не возникает, потому что персонаж прокачан. Команда идет вперед. И кладка в друзья. Вот два друга, которые присущи этому персонажу. И также обращу ваше внимание на кнопочку внизу. Информация здесь. Все. Все об этой вкладке. И диски памяти, и миссии, которые ваш герой будет проходить вместе со своим другом. То есть все можете почитать там. Это как справка. И еще один совет для начинающих задротов игры Дисней. Каждый день, заходя в игру, не пропускайте вкладку войти. Вот она, да. Нажимаем. И за каждый вход вам дают какие-то призы, подарки, алмазы, часть мультяшек. В общем, для начинающих очень такой неплохой подгончик. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к бою. К самому видеобоя, как он проходит. Более подробно посмотрим графику, прорисовку. Как вы видите, пять мультяшек. Пять мультяшек участвовать у нас будут в этой битве. Выбирать, менять по вашему усмотрению. Как вы хотите. В моем случае это Снеговик, Воробей, Микки Маус и еще две телки. Я не помню, как их зовут. Стыдно, конечно, но... Одни из моих топчиков. Самый-самый большой плюс этой игры, это прорисовка мультяшек. Как будто как вот из комиксов взяли и сюда вот... Каких комиксов, Андрей? Конечно же, мультиков. Как будто мультик смотрите. Ну согласитесь, ребята, очень красочно. Все герои знакомы, все знакомы с детства. Ну и тем более анимации. Каждая суператака, она очень красочная. Ну а что вы хотели? Это Дисней. Дисней, ребята. Дисней говна не снимает и не рисует. Вот такие только топовые игрушки. Еще один плюс этой игры заключается в том, что здесь просто огромное количество героев. Из всех мультиков. Вот каких только можно. И с каждым, с каждым месяцем. Постоянные обновления на эту игру приходят. И, соответственно, с каждым обновлением появляются все новые и новые герои. Вот, можем взять Гуфи. Тоже один из топовых мультяшек. С самого детства нам знакомый. И лично мой самый любимый персонаж. Диснея. Кстати, кто вам больше нравится, ребята, не стесняйтесь, делитесь в комментариях. Какая мультяшка вам импонирует? Какая мультяшка вас цепляет? Самые лучшие для вас. Ну вот, я повторюсь, для меня это Гуфи. Ну что ж, непосредственно тогда к стратегии. А тут есть стратегия, стратегия боя. Главное правильно выбирать персонажей на ту или иную битву. Каждый персонаж имеет свою роль в битве. Это может быть танк, мультяшка, которая, грубо говоря, тормозит и берет на себя весь урон, что дает как раз-таки возможность другим мультяшкам атаковать. Такие персонажи называются танки. Вот, кстати, Гуфи – это танк. То есть он на передовой. И все, вот видите, в него все упираются, а все остальные атакуют. Потом есть контроллеры. Это те персонажи, которые, грубо говоря, тормозят, также контролируют, усыпляют бдительность героев. Есть поддержка. Те персонажи, которые, допустим, отхиливают танки других персонажей. То есть позволяют не умереть вашей команде досрочно. Вот, можете нажать на любую иконку любого персонажа, зайти в информацию. И здесь вот написано и базовый урон, и силы навыка, и роль. Вот Гуфи, роль танк, позиции впереди. То есть еще мультяшки могут ранжироваться и по нахождению на поле. Сзади, спереди, посередине. Их роль, поддержка, контроль. То есть полностью информацию можете найти, нажав на иконку вашего героя. Того героя, который вас сейчас в данный момент интересует. И, соответственно, прочитав все характеристики, основные характеристики и другие, вот вы видите справа, можно составлять идеальную команду для любого боя, для любого соперника. Ну и, соответственно, составляйте, подбирайте не только по роли на поле, но и, соответственно, по силам. Если вы даже правильно подберете команду, а она будет низ к уровню, то вам не по зубам будет этот соперник. Ну и, как и обещал, вернемся к вкладке Друзья. В дружеском квесте основная ваша задача будет это получение диска Дружбы. Вот он, кстати. У него также есть звезды, как у героя. Его также можно прокачивать. И он, в свою очередь, улучшает характеристики ваших персонажей. Отличительной чертой Дружеского квеста от обычного является то, что в обычном вы вправе выбирать совершенно любых мультяшек. В Дружеском же квесте два вот этих друга обязательно должны будут присутствовать. Без разницы, как они у вас прокачаны, хорошо ли, плохо ли. Но они будут там присутствовать. Соответственно, три других героя вы уже будете подбирать именно под них. Количество значков, количество фишек-героев вы можете посмотреть в своем инвентаре, в котором есть очень удобный фильтр, который вам позволяет фильтровать по тем критериям, по тем вещам, которые вам надо поглядеть, фишки ли это, значки. Нажимаете, и он вам отфильтрует, и очень удобно им пользоваться. Весь инвентарь находится в вкладке справа, вверху он нажимается, и там будет вкладка «Мой инвентарь». Помимо этой вкладки, также вы найдете там вкладку «Почта». Да, начнем по порядку. «Почта», в которую будут вам приходить все оповещения, все вознаграждения. Потом медали, своего рода задания. Откройте вот 25 диск памяти, получите один диск памяти с четырех звезд. По выполнению этих заданий вам будут такие или иные награды. И, соответственно, задания. Как, в принципе, и в любой игрушке, помимо квеста, есть задания, прохождение которых вам также дают возможность, за прохождение которых вам дают возможность получить хорошие награды. Ну, давайте порайдем вот этот. Открыть нам надо три сундука. Здесь три основных вида сундуков. Это золотой, который открывается первые пять бесплатно, вторые за золото. Вот давайте за золото купим. Типа Х10. Вот так вот, да, купить 10 и открыть. Потом алмазный, который можно также один раз за сутки открыть бесплатно, а вторые и последующие разы вы уже будете открывать за кристаллы. Ну, у нас кристаллов пока нету достаточно, и поэтому мы не смогли открыть. И сундук гильдии. Для тех, кто вступил, для тех, кто создал свою гильдию, доступен и этот сундук. Выполняя задание, вы получаете не только награду, но еще и повышаете уровень команды. Вот он сверху, зеленая полоска, у нас она почти полная. И не хватает. Ну, давайте выполним вот это задание, купим золото. Получить. И вот, пожалуйста, наш уровень команды повышен. Текущая выносливость у нас восстановлена. И максимальная выносливость плюс один. И с каждым повышением уровня, соответственно, выносливость, количество выносливости у вас также повышается. Давайте я вам расскажу еще немножко о такой вкладке, как испытания. Там три вида испытаний. Три команды. Три цвета. Это красное, синее и желтое. Каждый день они меняются. И в этих испытаниях, проходя эти испытания, вы также можете получать различные награды. Части значков. И также части непосредственно ваших героев, мультяшек. Давайте вот в нее зайдем. Так, на этот порт никуда. Вот испытания. Нас интересует вкладка испытания. На сегодняшний день активно желтая команда. Также можно проходить рейдом. Если вы посмотрели три раза рекламу, либо нажать кнопку далее и уже непосредственно в боевом режиме получать награды. Вот такие виды наград, такие виды жетончиков вам могут выпустить за прохождение. И как в любой игре, в этой игре присутствует донат. За этот донат вы можете покупать алмазы, либо себе приобретать VIP-статус. И каждый VIP-статус вам дает определенные преимущества. Вот внизу. Посмотрим их несколько уровней. По-моему, уровней 20. И на каждом уровне описание. Описание ваших преимуществ, которые будут. Это ежедневные алмазы. Увеличение энергии. Увеличение количества прохождений. Куча всяких всячин. Почитайте, посмотрите. Очень интересно. Но, опять-таки, мое мнение. В этой игре донат, в принципе, не так важен, не так нужен. Потому что и часть мультяшек, и значки падают с регулярностью. И, соответственно, прокачиваться можно без денег. Хотя, вот, в событиях есть зайти. Куча всяких акций. Акции на сундуки, акции на выносливость можете покупать. Также можете покупать в части мультяшек. Ну, в общем, все. Любой каприз за ваши деньги. Однако, на примере моего аккаунта, за довольно-таки непродолжительный срок, который я играю в эту игру, я довольно-таки большую команду успел собрать. И, как видите, прокачать ее, прокачать ее до оранжевого уровня, при том, что не вложил в эту игрушку ни копейки. Соответственно, донат это дело каждого, и решение каждого. Хотите быстрее, пожалуйста, если же у вас есть хоть доля терпения, терпите. И постепенно, постепенно ваша команда увеличится, и героя будут открываться, и все будет у вас хорошо. Ну, а теперь, как и обещал, давайте с вами более подробненько посмотрим на вкладку «Друзья». Это один из видов квеста. Как я и говорил, в битве будут принимать участие два друга, которых вы выберете. И помимо них, сама игра, сам сюжет будет вам предоставлять дополнительных героев, которые могут участвовать в этой битве. То есть, не как я говорил до этого, три любых, а именно те герои, которые подходят по сюжету. Как и в обычном квесте, здесь две вкладки. Вкладка «Бой» и «Быстрый бой». «Быстрый» — это, ну, по типу рейда, который был, который я вам показывал, для того, чтобы более быстрее проходить. Ну, по типу рейда, да. Если же вы хотите посмотреть бой, то нажимайте, и вот, пожалуйста, участвуйте. Можете вручную нажимать «Спецатаки», либо вот поставить «Автобои». Также здесь три раунда, как и в обычном квесте, по истечению которых вам дают награду. Ну, как видите, имея нормальную команду, это тоже не составляет никакого труда. То есть, можно либо автобоем, ну, либо так. По времени там разница прям небольшая. Пять отсечек в этом эпизоде. А всего эпизодов, если мне память не изменяет, девять. Ну, давайте с вами быстренько пройдем их. Вот еще одна победа. Так, это третья отсечка. Сейчас четвертая. Так, и четвертая. Четвертая тоже не доставляет нам хлопот. Давайте последнюю пятую. Ну, и, я так думаю, очередная победа будет. Да, вот видите, сюжет нам показывает. Диалог между этими героями. Победа. И вот, видите, семь, точнее, восемь. Восемь эпизодов, по прохождению которых вам дают диск. Открывается диск дружбы, который, повторюсь, повышает характеристики, либо добавляет новые к вашим героям. Ну, что же, ребята, подведем итог нашего обзора. Данная игрушка по пятибалльной шкале получает от моего канала оценку 4. Твердую четверку. Ну, во-первых, снизил и все-таки за донатом. Ну, представляете, была бы идеальной, если бы не было доната. А так, отличная графика, отличные персонажи. Ну, прям навеяло ностальгией. Большое количество квестов, ивентов, которые вам не дадут скучать ни секундочки. А подробный обзор этих квестов ожидайте в новых видео. Мы более подробненько с вами их рассмотрим, обсудим и более конкретно поговорим о каждом из них. Ну, а с вами был канал Задрот ТВ. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. И играйте только в топовые игры. Субтитры сделал DimaTorzok